Добрый день! Мы перейдем сразу к классификации. Можно по-разному группировать образование этого органа. Безусловно, самыми частыми из них являются опухоли из клеток фолликулярного эпителия. Это, собственно, раки щитовидной железы. Несколько реже возникают опухоли из С-клеток. Это всем известная медулярная карцинома. Но кроме того, в этом органе могут быть еще различные образования из эктопических тканей, в том числе опухоли тимуса или опухоли слюных желез. Целый ряд неэпителиальных опухолей, как и во всех других органах, а также вторичные опухоли тоже могут быть в щитовидной железе. На сегодняшний день мы пользуемся классификацией Всемирной организации здравоохранения, которая была опубликована в 2017 году. Она довольно объемная и включает в себя целый ряд разделов. Помимо всем хорошо известных папиллярных и фолликулярных карцином, здесь есть целая группа, она пока провизорная. Это группа опухолей инкапсулированных с неопределенным потенциалом злокачественности, которые вызывают наибольшие сложности не только для морфологической диагностики, но и, конечно, в определении клинической тактики. Но если мы немножечко детально разберем опухоли из фолликулярного эпителия, то их, соответственно, можно разделить на три большие группы. Это доброкачественные опухоли, к которым относятся аденомы. Это, в первую очередь, фолликулярная аденома. Это злокачественные, безусловно, опухоли. Это всем известные, опять же, фолликулярные и папиллярные рака, их варианты. И большая группа с неопределенным потенциалом злокачественности. Кроме того, злокачественные опухоли можно также поделить по степени агрессивности и прогнозу на высоко дифференцированные опухоли, которые имеют структуру образования и формируют фолликулы, либо сосочковые структуры. А также низкодифференцированные карциномы. Это низкодифференцированная опухоль щитовидной железы, которая является, как правило, результатом прогрессии. И это может быть прогрессия как фолликулярных, так и папиллярных раков. И, конечно, анапластическая карцинома. Опухоль очень агрессивная. Каковы критерии, которые мы используем при установке морфологического диагноза? Ну, помимо всем известных сосочков, которые позволяют нам уже на архитектурном уровне сказать, это папиллярный рак или фолликулярная опухоль. Но, к сожалению, это критерии тоже не патагномоничные и не 100% надежные. Мы немножечко поговорим об этом позже. Есть целый ряд критериев, которые позволяют различить опухоли по потенциалу злокачественности в пределах различных групп. В первую очередь, это цитологические характеристики, которые, опять же, нам помогают отличить фолликулярные опухоли от папиллярных. И архитектурные критерии, которые и определяют потенциал. То есть наличие инвазии, как инвазии в капсулу, так и инвазии в просвет сосудов является безусловным признаком злокачественности для эпителиальных опухолей щитовидной железы. Цитологические характеристики очень многообразные. И я думаю, что Лариса Анваровна подробно говорила об этом аспекте. Потому что, конечно, цитологам в этом плане несколько легче, потому что они работают с материалом, если не нативным, то который подвергается в меньшей степени различным артифициальным воздействиям. Морфологи же имеют дело с тканью измененной, которая подверглась довольно длительной агрессивной обработке. Это и фиксация, и дегидратация, что приводит к изменению, в том числе, цитологических характеристик. И наши критерии несколько отличаются от цитологических, хотя, то есть от тех, которые используют цитологи, хотя они во многом очень близки. Так вот, мы используем три группы характеристик. Это размер и форма ядра, изменение контура ядерной мембраны, а также характеристики хроматина. На все эти параметры, на их оценку, которая отчасти, безусловно, является субъективной, влияет обработка материала гистологического и, в том числе, качество реактивов, которые используются и продолжительность фиксации, и продолжительность времени до начала фиксации. Для того, чтобы как-то объективизировать оценку этих параметров, используются, в том числе, полуколичественные подходы. Так, каждая из этих групп присваивается единице, если мы находим эти изменения, либо нолик, если мы их не находим. И эта полуколичественная оценка используется, в том числе, при установке диагнозов опухолей с промежуточными характеристиками. Что касается архитектурных признаков, то это инвазия. Инвазия как в капсулу, так и в просвет сосудов. Капсула в фолликулярных опухолях, вообще в опухолях щитовидной железы, может быть выражена в разной степени. Она может быть довольно тонкой или деликатной, либо может быть очень толстой и занимать несколько миллиметров по толщине. И вы видите, сколько есть различных вариантов инвазии в капсулу. И только полный прорыв капсулы, выход за ее пределы считается признаком инвазии, то есть это называется капсулярной инвазией, и является признаком злокачественности. Но очень часто мы сталкиваемся с тем, что опухоли в той или иной степени пенетрируют в капсулу, проникают в нее. Иногда довольно глубоко, и бывает тяжело оценить, есть ли истинный прорыв или нет, особенно если материал был вырезан кем-то другим, и ты не видел, как это было макроскопически. И из-за того, что это один из основных критериев злокачественности, в первую очередь фолликулярных опухолей щитовидной железы, исследование капсулы является краеугольным камнем диагностики. Поэтому мы существенно зависим от того, каким образом материал был вырезан, исследован макроскопически, каким образом были взяты фрагменты. На сегодняшний день международные рекомендации говорят о том, что образование щитовидной железы меньше 2 см, должны быть забраны в кассеты тотально. Если же образование больше, и макроскопически не определяется явного выхода за пределы капсулы или прорыва капсулы, то тогда в таких случаях, опять же, капсула образования должна быть исследована тотально. К сожалению, эти признаки повсеместно, широко не используются в нашей стране, что затрудняет диагностику, особенно при пересмотре материала. Кроме того, есть целый подход, целый ряд признаков, которые позволяют определить истинную или псевдоваскулярную инвазию. Это отдельные характеристики, которые, опять же, зависят от того, каким образом материал вырезан, потому что, как правило, сосудистая инвазия также определяется в области капсулы образования. Вот классификационная схема, которая на сегодняшний день используется в действующей классификации для того, чтобы подразделить, в первую очередь, инкапсулированные опухоли щитовидной железы, эпителиальные с фолликулярным типом роста, то есть те, в которых не определяются на гистологическом уровне хорошо сформированные сосочки. Критерии довольно простые. Вот у нас есть капсулярная инвазия. Если она имеется, то мы говорим о карциномах. В зависимости от того, присутствуют ядерные, папиллярные черты или нет, это может быть либо папиллярный рак, либо фолликулярный рак. Почему у нас здесь появляется вопросик? Казалось бы, есть папиллярные ядерные черты? Есть. Но, опять же, все не так просто, потому что, во-первых, обработка может влиять на контур, скажем, ядерной мембраны и создавать иллюзию того, что она такая помятая, как комок бумаги смятой. И очень тяжело сказать однозначно, это свойство образования или это результат обработки материала. И, кроме того, папиллярные ядерные черты могут быть выражены фокально. Скажем, для фолликулярного варианта папиллярного рака характерен так называемый эффект брызг, когда мы в пределах образования только в некоторых местах определяем характерные папиллярные ядерные изменения. И на сегодняшний день нет какого-то порогового значения, которое бы нам сказало, что вот если 5, 10, 30% клеток имеют папиллярные ядерные черты, то это папиллярный рак. Такого порога нет, поэтому остается вот эта вот категория вопросительная, когда история отдается на откуп профессионалу с учетом его персонального опыта. Если же мы не имеем капсулярной инвазии, то тогда при отсутствии папиллярных ядерных черт мы имеем дело с фолликулярной аденомой, фолликулярная аденома это доброкачественное клональное образование, которое, к сожалению, иногда приходится дифференцировать с гиперпластическими узлами в забах. Может быть, с точки зрения тактики это не очень такой диагноз дифференциальный, который требует больших усилий, но тем не менее, это действительно образование разное по своей природе. Зоб, как правило, это поликлональная пролиферация, хотя могут морфологически очень напоминать друг друга. Если же мы в неинвазивной инкапсулированной опухоли фолликулярного строения находим папиллярные ядерные черты, тогда классификация предлагает нам использовать вот этот термин НИФТП, это неинвазивная фолликулярная неоплазия с папиллярными ядерными чертами. Имеет смысл обратить внимание на то, что классификация ушла от термина опухоль, то есть это образование не называется опухолью, оно называется неоплазмой или неоплазией. Это связано с тем, что образование, которое соответствует критериям, НИФТП, имеет очень хороший прогноз. Крайне низкий риск метастазирования в регионарные лимфоузлы и рецидивирование. То есть это опухоль образования с очень благоприятным прогнозом, несмотря на то, что могут обнаруживаться папиллярные ядерные черты. И, конечно, в эту группу в большей степени попадают так называемые, раньше называемые неинвазивные фолликулярные варианты папиллярного рака. Все, что имеет неоднозначную капсулярную либо сосудистую инвазию, попадает в группу образования с неопределенным потенциалом злокачественности. И нужно понимать, что в этой группе мы имеем не только опухоли, которые реально биологически имеют промежуточный потенциал злокачественности, но, к сожалению, в нашей действительности в эту же категорию попадают артифициальное образование, в которых мы не можем достоверно или адекватно оценить наличие либо отсутствие капсулярной сосудистой инвазии. Единственный способ, конечно, побороть эту ситуацию, это стандартизация подходов к макроскопическому исследованию и вырезке этого материала. Казалось бы, при такой классификационной схеме диагноз фолликулярной аденомы не должен представлять каких-то сложностей, но, к сожалению, как во многих других локализациях, в щитовидной железе и даже доброкачественные образования имеют очень большой спектр морфологических проявлений и размер фолликула в пределах аденомы может существенно варьировать. Но самое неприятное, что мы можем столкнуться с наличием солидного и трабикулярного роста в фолликулярной аденоме, а это паттерны, которые являются атрибутом низкодифференцированных эпителиальных опухолей для щитовидной железы. Если посмотреть на варианты цитологические, то здесь могут быть и образования с очень полиморфными называемыми уродливыми ядрами светлоклеточные и веретеноклеточные образования. Если мы возьмем папиллярный рак для сравнения, то это опять же опухоль очень гетерогенная по своим проявлениям, и он может быть инкапсулированным, он может быть фолликулярным, опять же он может быть цитологически и веретеноклеточным, и светлоклеточным. То есть это приводит к тому, что в ряде случаев даже фолликулярную аденому нам приходится дифференцировать с папиллярным раком. И здесь нам, конечно, в этом диагнозе здорово помогают достижения генетики на сегодняшний день, потому что папиллярный рак, в отличие от фолликулярных опухолей, отличается по своим молекулярным патогенетическим механизмам, и очень часто в большинстве вариантов папиллярного рака выявляется брав-мутация, это позволяет поставить адекватный диагноз при сложных морфологических обстоятельствах. Насчет фолликулярного рака имеет смысл сделать небольшую ремарку, потому что вот эти вот термины, которые его определяют как минимально инвазивный, широко инвазивный, в разных классификациях под собой скрывали несколько разные характеристики. Так вот, на сегодняшний день минимально инвазивным фолликулярным раком называют только тот, который имеет исключительно капсулярную инвазию. При наличии сосудистой инвазии это образование должно названо быть ангиоинвазивным, инкапсулированным при отсутствии капсулярной инвазии. И широко инвазивным фолликулярным раком в действующей классификации считается только тот, который имеет широкий выход за пределы капсулы, то есть не какой-то фокальный ее прорыв, а когда происходит массивное распространение за пределы или полное замещение капсулы образования. И нужно сказать несколько слов, конечно, про низкодифференцированные карциномы щитовидной железы. Это такая вот схема, несколько громоздкая, но на самом деле она довольно простая, потому что признаками понижения дифференцировки для эпителиальных образований щитовидной железы является наличие солидного, тробикулярного и так называемого инсулярного роста. То есть когда опухоль теряет свои архитектурные признаки дифференцировки, когда становятся неразличимыми фолликулы, когда теряются и становятся неразличимыми сосочки. Кроме того, помимо этого мы все равно оцениваем наличие либо отсутствие попиллярных ядерных черт. Также попиллярные ядерные черты это признак дифференцировки, попиллярной дифференцировки. Если опухоль теряет эти черты, это признак понижения дифференцировки. И, конечно, наличие некрозов и высокий методический индекс также являются критерием понижения дифференцировки. Но если изначально эта схема была вот светленькая, такая довольно простая, линейная, то вы видите, со временем к ней прибавилась вот эта вот часть серенькая, потому что, если речь идет об инкапсулированных опухолях, то в аденомах могут быть участки солидного и трабикулярного роста, и тогда мы должны дифференцировать с этим доброкачественным образованием. Кроме того, добавляется размерный критерий, то есть образование малого размера менее 1 см, даже с такими агрессивными характеристиками, чаще все-таки ведут себя как атипические аденомы. То есть здесь еще есть целый ряд различных водных факторов, и это приводит нас к тому, что диагностика образования эпителиальных щитовидной железы не может быть основана на каком-то едином методе, и всегда для того, чтобы поставить адекватный диагноз и спрогнозировать течение заболевания, нам необходимы все данные клинические, лучевые данные. И здесь очень многое зависит от макроскопического исследования и вырезки образования, особенно если речь идет об инкапсулированных фолликулярных образованиях. И, конечно, необходимо исследовать капсулу тотально в таких ситуациях, особенно в центрах, которые занимаются серьезной щитовидной железой, необходимо обращать на это внимание. И фиксация, и проводка гистологического материала, то есть те ресурсы, которые мы используем для получения микропрепаратов, также могут оказывать влияние помимо аналитических способностей врача, помимо возможностей и опыта, которые имеются у диагноста. Ну и, конечно, имеются на сегодняшний день молекулярные и различные дополнительные генетические методы, которые существенно расширяют наши возможности и которые необходимо по показаниям всегда использовать для установления диагноза. Спасибо. 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 Субтитры создавал DimaTorzok Добавил DimaTorzok